тронул четыре фреймворка для этой задачи я выбрал ну школьным то можно сказать учебную модель это но очень-то не так важно что я буду внедрять самое главное внедрить там конкретно сегодня будет модель линейной регрессии она предсказывает время ну примерное время там поездки на такси вот основывается на то сколько сейчас время какой сейчас день очень ну такие с этом сомнительные показатели но я поэтому говорю то что модель очень черный но сейчас речь не о модели я предлагаю это метод внедрение следующий обучение ну допустим в нашем блокноте эпителем и затем с помощью библиотеки пикал его там сохраняем в файл вот тут адрес вот сохраняем и потом будем в наших вот сайтах открывать эту модель и использовать первый там фреймворк вот тут ну написан фласк фласк это очень простой там фреймворк потому что он ну практически пустой и это его преимущество очень такое значительно почему это преимущество то можно сделать какой-нибудь маленький проектик это не особо заморачивается или же там можно проделать и свою большую архитектуру с нуля если того требует ну команда или же задачи этом работа во фласке там заключается в том что мы просто навешиваем такие вот декораторы на наши функции где описываем маршрут сайта и что там будет там происходить здесь вот я ну пожалуйста переключу если на код и там уже буду рассказывать собственно библиотеку там устанавливается просто как пип-инстал фласк дальше мы просто там импортируем то что нам нужно и работаем с этим здесь представлена функция модели во всех проектах она будет представлена но одинаковым модел но код внутри будет например на отличаться это и так уж и важно вот собственно декоратор фласка of road сейчас я расскажу как работает и начало мы там должны создать экземпляр класса фаск и передать в качестве том аргумента имя исполняемого файла в данном случае это app.py просто app вот там передается в качестве том аргумента и теперь у нас это как сервер может получается ну и вот так как у нас здесь написано app здесь пишем app . road прокладываем маршрут пишем маршрут пишем какие методы будут использоваться идут описываем если метод пост мы знаем то что есть там разные посылки там запрос полоски для того чтобы наш пользователь ввел данные и мы ему там показали что будет агент попроса чтобы там зайти стоит отметить то что в трех следующих фрейморках будет использован один шаблонизатор джинджа или диндзя там во всех случаях он примерно будет отличаться точнее чуть-чуть будет отличаться в написании но принцип один и тот же собственно достаточно просто прочитать код тут больше не о чем разговаривать если будут вопросы то я их уточню отвечу дальше идет можно сказать наследник фаск лучная версия могу поподробнее рассказать как устроена там шумонизатор и вот эти папочки темплейсов это зарезервированные имена темплейс здесь находится наше html там страницы вот тут у нас есть base html файл и индекс собственно в нашем файле на это питоновском мы вводим именно индексы html давайте посмотрим как именно мы вводим мы используем render the plate что это такое это у нас из фласка то есть ну как раз и этот шаблонизатор джинджа посмотрим как устроен индекс вот это вот то что не присутствует в обычной html ёрске это и есть этом декоратор интегратора таки таксист джинджа вот extends base html то бишь наследовать то есть этот файл наследуется от base html и там дальше что-то будет делать вот это я сейчас расскажу из base html то есть он берет все что здесь находится из base html вот сюда вот ставит и дальше читает блок тайтл ты должен дорогой html поставить сюда модель с помощью фласка смотрим где у нас здесь вот тут вот блок тайтл здесь он блок вот собственно как там работает этот шаблонизатор сюда вот просто поставится то что я написал тут дальше если посмотреть на base html есть блок body and блок то есть мы можем здесь смысл я думаю уже понятен мы можем здесь описать общую конструкцию каждой страничке и потом немного ее изменять зависимости от того что мы хотим показать пользователю то есть данном случае я нас все еще одна страница я все-таки сделал там родительский шаблон чтобы от него у наследоваться но если бы это было бы конечно сложная красивая страница то я там мог бы здесь это всякие сложную структуры описать и потом легко у наследоваться и там дописать какой-то функционал вот данном случае у нас будет отличаться блок body собственно я тут весь блок body я описываю вот и что касается функционала как мы вводим информацию на эту страницу тут тут у нас ну написано если у нас месседж то тогда там примерное время там доставки месседж что такое месседж и что такое ив это если мы там получили сообщение месседж стоит воспринимать как словарь или как переменную в коде это выглядит так вот обратите внимание на эту строчку 19 рендер это плейт с индекс вот возвращаем html горю то что месседж равен месседж месседж это что это то что возвращает нашу модель сути сна ну вот принципе насчет шаблонизаторов тут все дальше ну шамблонизатор меняться не будет там запускается все это очень просто нужно запустить и он запустится там остальные там фреймворки их это нужно запускать через консоль и вот оно работает и там в конце по правильности все это упадет get post какие-нибудь вопросы конкретные есть по поводу я только сейчас я у меня только одна, но как друзья я ratio за что вы знаете мы будем говорить первые в сентябре гонки и слушать Whenever we have Flask and we want to deploy a model, an AI model, I think that we need, the most important thing that we need to make a customized booling or queue to send to, like, for example, if you are waiting for the GPU to process your data, for example, for the image captioning project. Let's say that our server can handle 1,000 requests per second, but in some time, in a big time, you've got, like, 2,000. So I think that the most important thing that you need to apply something, a customized queue, to send back a waiting response to the user, like, to tell him, wait, we are processing other requests, and we will come back to you. Did you get my idea? Yes, it would be better. Сейчас все ли поняли? Хабиб сказал, что надо сделать очереди, потому что нагрузка может быть очень большая, и скачкообразно вырастать, и очереди помогут ответить на все вопросы, просто не сразу. Тем более, если для таких сложных моделей, как image captioning, описание изображений. И да, это действительно так. Просто хотел сказать, что вот в этом докладе мы очереди не обсуждали, но у нас будет в четверг доклад. Так, Саш, ты же рассказываешь, да, по-моему, про Селари? Да, я про Селари, и еще что я внедрю, это про библиотеку АСИНКИВА. Ну, то есть там параллельные, асинхронные. В четверг такой же, вот, в 8 начинается заседание, в 19-30 проект обсуждается 8 задачи, но там уже будет фронт и бэк. То есть здесь мы больше про ML обсуждаем, и какие-то базовые методы. Там больше как раз право, и там вот будет доклад. А так, да, спасибо, спасибо, Хабиб, за комментарий. Таких, Хабиб, в комментариях. Окей, тогда давайте перейдем к следующему. Как я уже сказал ранее, FastAPI, можно сказать, улучшенная версия фласка, потому что он также выглядит пустым с первого взгляда. Все как будто там еще нужно писать с нуля, но при этом он быстрее. И он поддерживает синхронное программирование, ну, там синхронные функции. И он создает автоматическую документацию. Так же, вот, вы можете там поподробнее прочитать про ASGI, ASGI, вот, и чтобы там запустить локальный сервер, вам там нужно писать там команду в консоль, ну, либо же через код можно там запускать. Но лучше не стоит. Так, он пишется также с помощью декораторов. Обратите внимание, мы также там создаем темп-экземпляр классов ASGI. API, дальше мы там подключаем статик и templates директории. Вот опять-таки GNG2. Открываем нашу модель, писаем ее функции, это все уже было. И эти там декораторы. Очень похоже на flask, только здесь не road, а мы сразу же там прописываем, какие методы get и post. Я специально ставил одинаковые имена у функций, потому что, ну, чтобы показать, так как-то можно делать. Ну, собственно, синтаксис немножко отпечатается, но, в принципе, то же самое. Насчет архитектуры. Вот, то же самое. Если мы сейчас это запустим. Uucorn, это сервер, в общем, которым будет все это обслуживать. Нам сейчас очень нужно там написать имя файла и через дойду и тощу написать имя переменной, их же объекта, там класса FastAPI. Вот, собственно, это main, а XMTR это app. Вот, оно запустилось. Вот у нас адрес. Ну, и тут то же самое. Все работает. Насчет автоматической документации, она находится вот по такому адресу, там можно прочитать про наши вот две функции, оба индекса, но один get, другой post. В чем, ну, это на самом деле большое преимущество насчет автоматической документации, потому что, ну, если у всех одинаковая документация, то легче во всем этом потом разобраться, если ты, ну, в разных там командах работаешь. Вот. Есть какие-нибудь вопросы насчет FastAPI? Наверное, какие ключевые отличия, то есть почему люди выбирают FastAPI вместо Flask? Может быть, удалось увидеть, почему такое может происходить? Скорее всего, опять-таки, из-за автоматической документации, из-за того, что FastAPI быстрее, за счет того, что у него есть поддержка асинхронного программирования и, ну, да, за счет того, что у него есть асинхронное программирование. Ну и, в принципе, он очень похож, просто лучше. Он, ну, там программируется почти так же, как на Flask, только он лучше, быстрее. Ну, от меня появился вопрос, получается, для FastAPI не надо использовать растерянные какие-то приложения, которые симулируют локальный локал-пост. Ну, то есть, правильно я понял, то что или там что-то использовать дополнительно. Возможно, это не услышно. FastAPI использует сервер UV-корн. Ну, вот. То, что использует Flask, я не помню. Ну, его можно на J-unicorn, например, посадить в потоки. То есть, чтобы избежать проблемы Global Interpreter Log, когда Python, он однопоточный, и если много запросов, то их лучше распределять, делать копии процессов. И вот как раз J-unicorn и UV-корн этим и занимаются. Спасибо за кое-что. Так. Ну, я думаю, можно идти дальше. Дальше идет Django. Django – это уже такой большой фреймворк, на котором очень удобно делать большие проекты. Например, какой-нибудь интернет-магазин с базой данных, с сложными их отношениями, там, там, пользователей и покупок. Для маленьких проектов он, ну, не очень подходит, для больших – самый раз. Как, ну, в общем, для машинного обучения он тоже подходит. у него довольно-таки интересная особенность есть связанная с архитектурой. когда вы начинаете свой проект на Django, у вас ничего не будет, там, через консоль нужно будет создать, ну, там, сначала свой проект. То есть, вы устанавливаете сам Django и пинсталл Django, затем там создаете свой проект. вот такая вот команда. Сделать проект, здесь вы пишете имя проекта. В моем случае я использовал название SimpleSite. В этом SimpleSite будет все, кроме вот этой вот директории. С помощью manage.py мы будем, ну, там, создавать приложение и запускать сервис. Опять-таки, все на базовом уровне. что за приложение? Приложение это особенность Django. В этих приложениях мы можем описывать, ну, там, большие куски сайта и, ну, интегрировать эти куски из одного там проекта в другой. Это очень удобно, потому что чтобы, ну, опять-таки, там создаем, чтобы создать приложение, нам тоже нужно присет команду. Вот она, pythonmanage.py startup и пишем название приложения. В моем случае это main app. Создается директория без вот этих вот папочек и, ну, все они там используются. Но на данном этапе Django, точнее, ну, это вообще ваш сайт не знает об этом приложении, поэтому нам в главном файле SimpleSite в settings'ах нужно там прописать, потому что у нас еще есть такое приложение новое, которое мы создали. И там в URLs'ах нужно там прописать путь, вот такой вот, ну, какой угодно, чтобы там соединиться с этим приложением, через сайт маршрутизацию, короче, настроить. Ну и вот. И это, по сути, ну, минимум, который нужен для интегрирования другого приложения. Понятное дело, то, что если там какие-то операции с базами данных, их еще это нужно подкрутить, но, в принципе, это все. Вот это, ну, сильно там сторона Django, что вот такая вот модульность позволяет легко интегрировать другие приложения. Собственно, что касается нашей модели, если посмотреть на маршрутизацию, у нас есть путь, там наш главный, это вот начало строки, это конец. То есть, ну, как это на других наших сайтах, вот, мы окажемся на том же адресе. У нас подключится mainapp.urals. Это директория, это ее файл. Смотрим на директорию, смотрим на файл. Вот, оказываемся здесь. И тут у нас что? Views, индекс и даем имя. Что такое Views? Views – это файл в этой же директории. Идем сюда и видим нашу функцию индекс. Собственно, то, что там возвращает нашу страничку. Тут у нас как в фласке обрабатывается какой request метод? Post или get или какой-то другой. Если get, то мы просто выводим страничку. Если post, то там аналогично, только с запросом в модель. Обратите внимание, эта модель у меня подписана в другом файле. Вот тут. Ну, то же самое в принципе. Так. Еще от ну, Jinja. Тут используется Jinja. Все так же. И для того, чтобы там создать вот эти запросы, здесь вот там нужно создать свою форму. Или же здесь можно создать свою форму. Кому если там на нее посмотреть. Вот. Forms, date field и time field. Можно это кастомизировать, но это ну, выглядит сложно. Поэтому я усложнять не стал. В принципе, если вот это все запустить, то оно будет работать, очевидно. Но на этом все. Пока я буду там запускать. Есть какие-то там вопросы? Вопрос. В Джанго я просто не очень хочу, знаком. То есть проблема Python-Dila она как вообще решается? То есть там свой какая-то своя настройка имеется когда это дело все. Проблема чего решается? Ну, если мы хотим несколько потоков Python-Dila процессов запускать. То есть если там во Flask мы jv-corn используем, там fastpy jv-corn, то как здесь в jang обстоят дела? Надо ли нам какой-то WSGI сервер дополнительный или уже все это пристроено? С учетом того, что Django позицирует себя как решение всего из коробки, то есть здесь очень все упрещено в разработке. я думаю эта проблема сама по себе решена. То есть там предместа об этом стоит не стоит думать. Я так понимаю, что ну я тут посмотрел, вроде да, можно какой-то WSGI сервер прикрутить Django то есть в принципе это возможно настройки какие-то но в целом окей да. Ну да, естественно хоть это и решение из коробки, но там можно все перенасывать. Например, я слышал инстаграму, он-то написан от Django, но от Django там мало чего осталось. так, ну собственно вот. И последний самый интересный на мой взгляд фреймворк это GRPC. Это микросервисная архитектура, в общем, в чем ее особенность. Все там предыдущие в этом фреймворке, они там монолитные, у них была так концепция REST API. Что значит монолитное? То, что это по-хорошему там рисовать нужно, но имеется в виду то, что сайт в этом приложении строится строго, как большой такой организм. В GRPC нет. Там в GRPC маленькие модули, которые можно отдельно настраивать, и они друг с другом общаются через proto-файлы. Что такое proto-файлы? Давайте посмотрим. Proto-файл выглядит следующим образом. Тут я представил свой, он максимально маленький. Здесь мы пишем, какой версии мы используем proto-файл. И дальше уже настраиваем. Для чего он нужен? Proto-файл нужен для того, чтобы сгенерировать код для клиентской и серверной части приложения. Собственно, если там прочитать, вот у нас есть два месседжа и один сервис. что у нас в месседже? В месседже у нас два поля день и время. Один месседж у нас daytime request, а другой time prediction. Ну и вот, что-то будет запрашивать, а что-то будет отвечать. И тут, как мы будем это использовать? Тут я создаю метод predict, который будет принимать daytime request и будет возвращать time prediction. Все максимально просто. Это прям документация, по сути говоря. И эту документацию мы должны скромить, грубо говоря, gRPC tools, чтобы он сгенерировал нам код для клиента и для сервера. И тут стоит отметить очень сильную сторону этого фриморка в том, что он может использовать в разные языки. То есть сервер написан на Python, а клиент написан на Java, например. Почему это возможно? Потому что они отправляют друг другу proto-файлы. Ну и собственно эти proto-файлы читаются одинаково. Это независимо от языка. И кстати стоит отметить скорость, что proto-файл весит меньше, чем JSON. ну я не помню это насколько, но значительно. Это ну что-то ладно, я сейчас быстро прервать, так что не буду. Собственно, чтобы там создать вот эти вот файлы, обратите внимание, date, time, pd2 и gRPC, вот этот файл для сервера, этот файл для клиента. нам нужно ввести такую команду сейчас вот генерация API вот такую большую команду. Обратите внимание, сейчас я нахожусь в этом директории predictions, вот, то есть я хочу сюда положить своего клиента и своего сервера. Ну вот такая команда. Здесь вот пишем название нашего там протофайла. И все. Да, чтобы нам это сделать, нам нужно установить gRPC IO и gRPC IO tools. Вот. Собственно, давайте поговорим поподробнее о самой настройке сервера и клиента. сначала сервер. По порядку читаем. Создаем класс prediction service, который наследуется от вот тот самый файл, который для сервера. Наследуется от prediction service. сервера. Тут у нас метод predict, который был вот тут в proto-файле. То есть мы можем создать больше методов. еще сервер создать. И их вот так описывать. Кстати, эти файлы лучше не читать. Можно, конечно, почитать, но они не для чтения предназначены. вот этот метод будет возвращать то, что мы ему и сказали. Все как в proto-файле описано. Наша модель. И сервер слушает подключение клиентов. Сейчас он слушает десятерых человек, может, естественно, больше. Просто тест. Тут мы создаем сервер. Потом здесь читаем date, time, ggpc, add, prediction, service, to server. Вот мы ему на сервер добавляем listener. Вот этот вот. И дальше делаем порт, стартуем сервер и ждем терминации. Все. Запускаем функцию. все очень легко. Клиентская сторона еще проще. Мы создаем stop, потом подключаемся к channel, который у сервера. Там создаем экземпляр класса client, ой, там prediction stop, там создаем request, тот, который там принимает наш proto-файл, все, как тут описано, и, собственно, делаем predict, отвечаем. Если все это запустить, это будет работать. Потом это все можно записать на какой-нибудь фреймворк, который будет визуализировать. я видел там реализацию с помощью Flask того же самого. Можно с помощью Flask, можно и с помощью Fast API. Опять-таки преимущество состоит в том, что он будет поддерживать разные платформы. Разные языки, извините. Есть какие-нибудь вопросы насчет этого фреймворка? Если мы хотим допустим на java писать какую-то часть, должны какую-то дополнительную модуле доимпортировать или прям нативно можем писать сразу. Как он понимает условно, что или там тотальный язык. Я так понял, идея состоит в том, что мы отправляем proto-файлы, поэтому можем написать много клиентов, много модулей. И какая разница, кто на что написан, если мы читаем proto-файлы. Мы это сервер. А здесь какая-то нотация proto-файлы имеется в виду. То есть он написан на чем? Framework? Нет, proto-файл. это битовый или там байтовый код. Вот, там на чем написано, я не уверен. Я знаю то, что именно он передается по сети. Здесь строгая депизация, я даже не знаю, что это за язык. какой-то синтаксис у него имеется. Да. Обязательно вот так вот писать. Ну, там можно с нуля начать, но вот так вот будет ошибка. Обратите внимание. Это нужно более подробно читать в документации. раз вопросов нет, я перейду к этому заключению. Из моего поверхностного исследования опять-таки вот такую вещь, как сайт или же там внедрение модели стоит изучать на кумуториальном проекте. Но из моего изучения я сделал вывод, что Flask очень хорошо подходит для маленьких проектов или же если не очень хочется заморачиваться. FastAPI в принципе то же самое, но лично мне он дал сослаждение. Django мне очень понравился тем, что у него есть поддержка модулей этих приложений. Но на Django там нужно сначала очень много пописать, много почитать, чтобы хорошо в нем освоиться, потому что все-таки решение из коробки не всегда по-хорошему лучше не использовать. В общем, решение из коробки поэтому там нужно подольше поучить Django, чтобы им хорошо обладать. Но в общем, мне Django пока что нравится больше. Что касается GRPC, это очень тамудреный фреймворк с одной точки зрения, но то, что он дает взамен, это очень мощно. Опять-таки множество изопов, опять-таки эти proto-файлы, которые быстрее JSON. Если умудриться еще подключить FastAPI, думаю, можно там добиться чего-то действительно интересного. Вот, собственно, это мой доклад. Хорошо, да, большое спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы с вами. Большое спасибо, мне было очень интересно, давайте тогда дальше двигаться. Так.